Доброе утро, друзья! У нас новый день в новом отеле. И дело в том, что очень многие отели хотят с нами работать, сотрудничать, чтобы мы не делали фото и видеоконтент. И поэтому мы бываем в очень большом количестве отелей. И я решила, что во всех блогах, хоть это может быть кому-то и не очень интересно, но если вам не интересно, просто перематывайте. Но всегда делать тур по отелю и рассказывать о его плюсах и минусах, чтобы вы могли иметь в виду или не иметь в виду этот отель на случай своей поездки в какую-то страну. Поэтому пойдемте смотреть отель, в котором мы сейчас находимся. Вот такой белый стильный отельчик, он называется Шингала Вич. Он входит в сейф Азия Лейджер. Ссылочку на них оставлю под видео. Смотрите, какой здесь бассейн. Хочешь купаться? Ну давай. Плюс бассейна, что есть детская часть глубиной 65 см. И часть бассейна находится под открытым небом, а часть бассейна находится под крышей. То есть, если ребенок хочет купаться в течение дня, в жару, то он может купаться, ну там правда глубоко, то есть вместе с вами, в тени, что очень удобно, на мой взгляд. Отель небольшой, аккуратненький, в первой линии находится. Вот такая вот территория, пляж и все номера с видом на океан. И вот самая главная достопримечательность, на мой взгляд, этого отеля, это пляж. Он большой, безлюдный, вообще никого нет, как видите. Отелей поблизости также нет. И достаточно спокойный пляж, потому что вы очень много спрашиваете меня в инстаграме, в директе, есть ли спокойный пляж на Шри-Ланде для тех, кого не интересует серфинг. Так вот, это вот один из них, наверное. Смотрите координаты под видео. А еще очень крутая вещь, здесь на пляже есть тарзанка, на которой можно кататься и делать фотки. А мы приехали на речное сафари, это река Маду. Сейчас вас познакомлю с нашим гидом. Так, Ила, ознакомьтесь, когда мы были на сафари, не получилось снять, потому что все были уставшие, и там еще другие люди ждали. Вот, если вы смотрели предыдущий влог, то знаете, что мы ездили на сафари, в Ялу вместе с ним. Вообще мы три года уже знакомы, он говорит по-русски. Ссылочка на него в описании к этому видео, на все контакты. И он знает остров Отедой. Я сегодня у него, кстати, пару вопросов уточню, которые вы у меня спрашиваете в директе, на которые я ответы не знаю, но он точно знает по поводу Шри-Ланки. Наш отель в районе Балапития, и мы решили воспользоваться случаем, раз мы очень близко к этой реке, все хвалят сафари по этой реке. Так что вот мы сейчас проверим, понравится нам или нет. Можно встретить из животных. Здесь мы увидим крокодилы, вараны, там обезьяны. Мангровые заросли. Смотри, кто там воз нас. Смотри, какая маленькая обезьянка. Можно потрогать обезьянка. Хочешь потрогать? Потрогай, не бойся. Давай, потрогай. Ой, какая маленькая, хорошая. Можно, можно. С обезьянкой теперь с нами плывет. 200 стоит рублей с обезьянкой. Красивый. Вот, это красиво. Давай я тебя сфоткаю, космос. Иди рядышком, сядь. Ахила говорит, что вот это вот ограждение специально сделано, чтобы ловить при этом. Это очень приятно. А чем они отличаются? Ну, они размеры побольше, чем, чтобы ловить море. Ну, где-то вкусные. Они коричневые. А вот это что? Это ривный пилинг. О, понятно. Ребят, ну это нам повезло вообще. Представляете? Настоящий большой крокодил. Я сейчас даже не думала, что мы такого классного сможем встретить. Ну, красавчик, что сказать? А почему он так долго не двигается, лежит? Потому что он суша. Он, может, час, полтора, так всегда. Да? Понравился какой-то девушек? Покажи лайк. Понравился? Много места, где пилинг делать космос. Сказал, что ему надо. Надо, да, тебе? Вот надо пилинг, говорит. Пойдешь смотреть? Сколько рыбок. Будешь кормить, Сан? Надо побольше. Бери побольше. Ой, рыбки кушают. Здорово. И они вот так все ням. Вот такой рассказ. Так, вот Акила. Он все знает об острове. И вы часто спрашиваете, в какой район лучше поехать с детьми? Где спокойная вода, спокойный океан? Где лучше? Да, привет. Если с детьми поехать, я думаю, если южный побережье, это должно быть Балапития или Ахунгалы. Там очень спокойная вода. А есть пляжи с прозрачной водой? Да. Если восточное побережье, там как раз голубая вода, очень красивая, чистая вода. Пляжи как Милавали, Упорали, Тринкамали, да. А когда лучшее время, чтобы поехать на Шри-Ланку вообще и на восточное побережье тоже? Если восточное побережье, после мая, из мая до октября, а если южное, из октября до апреля, два сезона получается. Я все никак не могу на восточное попасть. Каждый год хочу и так приезжаю в такое время, что там дожди. Ну вот, в общем, все вам рассказали. Спасибо большое. Нам понравилось. Спасибо. Все, спасибо. Наконец-то вышла СОС, и мы можем видеть, как солнечную погоду круто валюет этот пляж. Вода оказывается синяя, пенка белая. И это наш последний день на этом отеле. Мы сегодня приезжаем в другой, тоже его покажем, расскажем. Так что смотрите. Спасибо. Спасибо. Как вы думаете, чем занимается космос, пока мы снимаем видео? Сразу видно, кто съел всю шоколадную ваплю. Да. Ты не ел. А Артем ел? А нет, я не ел. Ну ты больше ел? Все подушки со всего отеля собраны. Весь шоколад съедет. Что это? Потому что сниматься не хочет. Я на самом деле хочу все время сниматься с космосом, а он все время говорит не ай. Вот. Все. Все съел. Все съел. Кто съел? Артем. Ага. Вот прям сейчас Артем съел. Мы приехали в новый отель. Очень необычно, очень красиво. Прямо в джунглях находится, на реке. А смотрите, какой у нас дворик. Прямо как будто мы, да, в каком-то Эншент. Называется отель Риверхаус. Это та же сеть, в которой мы жили до этого. Эйжа Лейжа. Вот у них несколько отелей. Вот наша комната. Смотрите, здесь душ и туалет, а здесь прямо окно на улицу. Круто, да? Мы приехали сюда в Риверхаус, потому что мы должны снять для них красивое коммерческое видео. И территория здесь очень-очень крутая. Просто отель стоит на реке, в джунглях. Огромное разнообразие разных всяких павен, каких-то лиан, папоротников. Все это очень красиво, но мы не будем снимать бэкстейдж. Поэтому прямо сейчас вы увидите уже готовый вариант. То, что мы сняли, что у нас получилось. Вот. Так что смотрите, наслаждайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы зажигаем свечу. Тебе объяснили, что я зарепляла? Нет. Наверное, что это хорошее. Спасибо. На самом деле, сегодня вечером мы уже улетаем в Москву. И вот последний отель этой сети. Это новый район Бадува. Вы много в комментариях спрашивали про этот район, потому что находится очень близко к Колумбе. Удобно добираться от аэропорта сюда. Потому что Бибигама, Хангама это, конечно, очень далеко от аэропорта и очень неудобно для коротких поездок. А вот наш номер. На сегодня до вечера. Ночевать мы здесь не будем, потому что уезжаем уже в 7 вечера. Опа! Опа! Джакузи! Ничего себе, бассейн прям олимпийский. Сейчас пойдем бросимся в воду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еле успели. Второй раз в жизни опоздала на рейс. Советский Хадо огромное спасибо сказать, потому что мы приехали. Ну и буквально, ну там, не знаю, не знаю, каждые несколько минут до нас закрыли регистрацию. Помочь попросили с детям, что беременным, с ребенком. И нас вообще отдельно провели. Для нас опять открыли регистрацию. Ой, я пока бежала, я думала все. В общем, огромное спасибо авиакомпании. И очень, на самом деле, правильное решение брать авиабилеты на хорошие авиакомпании. Потому что они могут пойти на встречу, как-то решить вопрос. Кстати, насчет пляжа в Адуве. Пляж не такой классный, как в Балапетии. Так что я бы, конечно, в Адуву не поехала. Там больше волн. И береговая линия поуже. А вот в Балапетии классно было. Так что, мое мнение, все-таки в Адуву нет. А в Балапетии офигенное место. Там более прозрачная вода. Песочек, более мелкий пляж, шире, красивая. Так что, в общем, все. Этим воском. На этом наши влоги все равно заканчиваются. Спасибо большое, что смотрели. Оставьте лайки, если вам понравилось. Если вам не понравилось, пожалуйста, не ставьте лайки. Просто пишите в комментариях, что вам конкретно не понравилось. Мы пытаемся тебе понравиться.